В Малаховке завершено строительство государственно-частного детского сада. Инвесторы возвели новое учреждение образования на месте старого здания, которое находилось в аварийном состоянии. Малыши будут углубленно изучать английский язык, а также посещать бассейн и соляную пещеру. Подробности в следующем сюжете. Снаружи здание, напоминающее средневековый замок, а внутри современное пространство, где все обустроено по последнему слову техники. На первом этаже расположены группы для самых маленьких воспитанников – пищеблок, бассейн и соляная пещера. На втором – спортивные и хореографические залы и группы для детей старше трех лет. Это наш второй проект. Первый у нас уже действует больше пяти лет. Поэтому решили создать новый детский сад в Люберецком районе, для того, чтобы была возможность развивать детей, помогать детям, идти в будущее, закладывать в них фундамент, для того, чтобы они научились здесь учиться и любить учиться. До старта учебного года еще месяц, но здесь практически все готово для встречи воспитанников. Остается завершить благоустройство территории, а также провести генеральную уборку в помещениях, чтобы установить мебель и интерактивное оборудование. Проведенную работу оценил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Садик формата частного инвестирования, если смотреть шире, это государственно-частное партнерство. То есть здесь было здание брошенное, двухэтажное, которое город выставлял неоднократно на конкурсные процедуры, его никто не забирал. Мы проработали вопрос как раз таки с компанией, которая профессионально занимается дошкольным образованием. Сад прошел полностью капитальный ремонт, появилась новая архитектура, которая фактически за мной находится. Очень красивый, интересный объект. Есть планы также по развитию, расширению образования. И в последующем они рассматривают открытие начальной школы, поэтому мы всячески будем приветствовать эти начинания. Посещать детский сад нового поколения смогут 180 малышей от полутора лет и старше. С воспитанниками будут заниматься логопеды и психологи. Предусмотрена группа для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дошкольное учреждение распахнет свои двери 1 сентября. Луиза Игия, Зарян Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.